Через некоторое время в нашей студии мы встретимся с удивительной группой, которая начала свой славный путь в 90-е, но продолжает и по сию пору быть не менее прославленными, известными и популярными. Это будет А-Студия. Ждите и прожистите. Дорогие друзья, мы продолжаем сегодня вечером. И нашими гостями сейчас будут потрясающие музыканты, любимцы не только публики, но и своих коллег, профессионалов, долгожители. Группа А-Студию. Еще одна красавица в красном. У нас сегодня три леди в красном. Кстати говоря, действительно, мы как-то перебрались все. Ну, Кэти, в 90-е вы, видимо, были поклонницей А-Студию. Да. Да? Вы подтанцовывали у телевизора под их песни. Да, я обожала просто группу А-Студию. И я не знаю, как так получилось, что я потом в эту группу попала. Но в жизни, видимо, так бывает. Видимо, в детстве сказали, боже, как я хочу, как они, и вот на тебе, и получилось. Я так понимаю, что Алла Борисовна Пугачева имела прямое отношение к вашей всесоюзной, как тогда говорили, популярности. Благодаря участию в рождественских встречах. Да? Ну да. Вы, так сказать, вышли на большой экран. Было такое дело, это был 90-й год, год, который мы запомнили на всю свою жизнь, эту огромную сцену Олимпийского. Мы там были маленькие-маленькие такие мурашки, как нам казалось. Вот. И Алла Борисовна представила нас, и с той поры вот мы... Давайте посмотрим эти кадры. Да, давайте. Открытие нынешних рождественских встреч. Замечательная группа А-Студио. Но только всё пошло по дну, И я не знаю почему Уехала ты в далёкую страну. Тебя полюбят там опять Но будут по-другому звать К чему вспоминать Мне новое имя твоё Джулия, 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 Джулия О-о-о-о-о-о Я напомню эту песню как никто, потому что не так много песен про Джулии. Да, и тебе её посвящали не раз, да? Да, это был мой личный подарок просто, когда, значит, эту песню пели. Но а что для вас 90-е? Это время возможностей, время каких-то... Вы же даже с иностранными продюсерами работали. То есть вы как-то уже так от Москвы замахнулись чуть ли не в какой-то момент не на мировую славу. Было ли такое? Ну да, был такой эксперимент. Мы поехали в Лондон и записали там несколько треков в компании Polygram. И сдружились с нашим продюсером, с которым мы до сих пор вместе работаем. Он все наши диски, пластинки, концерты. Грег Волш, очень прекрасный звукорежиссер. Но я вот почему именно спрашиваю. Это же тоже свидетельство такой 90-х, одна из примет. Что у нас у всех было ощущение, что не просто там железный занавес, так сказать, приоткрылся. Но теперь мы тоже имеем возможность завоевывать мировые площадки. Огромное количество артистов поехало там, не знаю, в Америку, в Англию. У вас были такие надежды, что вы завоюете? Ну... До сих пор есть. Тайная. Это хорошо. Ты знаешь, я все-таки надеюсь, что мы выйдем за рамки. Ты как думаешь? Садовое кольцо. Ну и надо сказать, что, конечно же, в 90-х неотъемлемой частью группы и фронтменом был Батархан Шукенов, да. У него был потрясающий талант и потрясающее сердце, которое, к сожалению, подвело его. И мне казалось, что вот при всех тех сложностях, которые возникают, ну, в любой группе, вы умудрялись очень интеллигентно переходить разные периоды жизни в коллективе. Без драки. Да, без драки происходили смены солистов, была замечательная Полина Грифис. И вот сейчас новая жизнь с невероятной нашей любимой Кэти Тапури. То есть 90-е для вас это какой-то пройденный этап, за который никогда не будет стыдно? Вот тут некоторые наши герои так жмурились при виде своих прошлых клипов или выступлений. Богдан Титамир, видя группу «Кармен», просто сползал с кресла и закрывался пластинкой. Нет такого ощущения? Наоборот, мне кажется. Наоборот, да? Да, потому что мы, даже якобы, я очень часто слушаю диск о студии 90-х. Мне очень нравятся старые песни, художник. Как классно это вообще звучит. Прошло сколько лет? Много. Мне кажется, это даже в 80-е какие-то были. Ну давайте посмотрим клипы 90-х группы «Астудио». Мне кажется, достаточно современно звучат. Ждет меня у окна, вечерами темными, повсегда у окна. Помоги, помоги, я солдат своей любви. Как мне быть, подскажи, я не знаю. Помоги, помоги, это армия судьбы. Навсегда нас с тобой разлучает. Стоп, ночь, подожди, подожди, не уходи. Стоп, ночь, подожди, мне нужны твои огни. Стоп, ночь, подожди, подожди, не уходи. Стоп, ночь, подожди, не уходи. И вот для меня это любопытная вещь, потому что музыка, которой вы занимались, словом говоря, она была кардинально разной. Просто кардинально разной. Мне кажется, что во многих песнях у них даже что-то общее было. Ну, в песне «Я – это ты», «Ты – это я». До сих пор иногда говорят, что типа Мурат Насыров, они путают с Батарханом. Да, да, отречающий голос, мелодичность. У них было много общего, как раз, мне кажется. Но я имела в виду, скорее, начало, самое-самое начало творчества Мурата, когда он, да, мальчик хочет тамбов. Это, конечно, такое кардинально разное направление. Ну, да, но это был просто ремикс известного западного хита. Да, да, и слова, ремейк, да, и слова «Мальчик хочет тамбов» были подобраны просто по похожести звучания. Гениально, я даже сказала, конечно. Там что-то было «Мача-боча тамбов» и всё. «Мача-боча». Ну, давайте послушаем Мурата Насырова. «Мальчик хочет тамбов» Ты знаешь, чики-чики-чики-чики-чики-да Мальчик хочет тамбов Ты знаешь, чики-чики-чики-чики-чики-да Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда Кто-то простит, кто-то поймёт Но от меня любовь не уйдёт Надо сказать, что 90-е... «Лё mote» Carmcina «Мальчик» « hm Youtuber»